всем привет, Демка в обед не спался, сейчас 3 ночи, но он спать по-моему не собирается но я надеюсь, что его выключит в этом самолете потому что мы улетаем в 3.05, прилетаем в 6.30, по-моему, или 6.20 что я не могу так делать? людей нет, отель четверка хочу сделать обзор на отель шарминг инк эта четверка, по отзывам он был очень хорош, нам его посоветовали как один из лучших в шарме из четверок я из тех людей, которые считают, что если человек хочет найти негатив, он его найдет я его не искала, но я его нашла есть как плюсы, так и минусы, но для меня минусов, наверное, больше но опять же, я отталкиваюсь от пятерок, в которых я была но это все-таки четверка, поэтому если у вас есть возможность, то летите, конечно, в пятерку если нет, то я вам просто расскажу, что есть в этом отеле и завтра с утра я буду разговаривать с гидом может быть, мы переселимся в другой отель с доплатой ну, посмотрим, если будет такая возможность сейчас я вам покажу наш номер и я сегодня уже кусочки так поснимала в течение дня, вообще чуть-чуть потому что перелет был ночной, было очень тяжело кстати, очень не понравилось, как нас встретили, нас вообще не встретили мы прилетели рано, в 8 мы были уже в отеле и ребенка не накормили, я уже не говорю про взрослых ну, то есть, мы ночью не спали, спать хотим ребенок плачет, спать хочет заселение, говорят, в 2 часа ну, я не думаю, что во всем отеле нету номера, в котором был свободный я уже так, можно сказать, чуть-чуть поругалась и сразу нам номер освободился в принципе, ну, полодиннадцатого нас все-таки заселили кровать, я просила кровать для ребенка принесли ее уже вечером, хотя, ну, то есть, в обед он спал уже на моей ну, со мной хотя говорят, да-да, в течение 10 минут принесем кровать, нет, не принесли, пока не сказала, на раз 5 интернета здесь нету, даже на рецепшене бесплатного то есть, он платный, я за 7 дней за интернет отдала 10 долларов я, конечно, понимаю, 10 долларов это не те деньги, да, за которые можно, там, говорить, что ой, какой плохой отель, но все же это говорит о уровне ну, хорошо, что так, то есть, что даже есть интернет за деньги и он даже иногда ловит в номере, что огромный плюс номер нам дали на задний двор вот, я, в принципе, даже рада, что на задний двор вида нету никакого, зато тихо с ребенком, например, в обед будет хорошо, потому что если номер у бассейна то в обед играет музыка и это минус для тех, у кого дети вот, ну, ладно, меньше болтать буду в комментариях задавайте вопросы я поотвечаю и мне уже писала подписчица, что она была в этом отеле вот, они только вернулись недавно я ей написала, говорю, мне не нравится она говорит, ну, нам тоже не понравилось это вторая линия и возят, то есть идти пешком, говорят, 12 минут но мы сегодня не были на море мы были таки уставшие, что мы были только у бассейна мне что еще у бассейна не нравится то, что нету вот такого лягушатника чтобы вот для таких малышей, например, как Демид нету, так, чтобы он, например, сидел в воде да, и плескался 90 сантиметров, ну, то есть ему по горло глубина и, ну, в общем, не совсем хорошо что, бери я тут ему помыла изюм и курагу уже дома взяла взяла с собой аптечку, здесь купила воду большая бутылка по доллару вот, в принципе, номер неплохой относительно, ну, как для четверки неплохой вот, я здесь не одна со мной племянница вот, Демкина двоюродная сестричка вот, мы с Демкой сегодня в обед здесь спали и потом уже говорю, ребят, ну, что издеваетесь принесите, пожалуйста, нам кроватку ну, я думала, она принесет детскую нам принесли взрослую так что мы с Демой тут вообще цари как бы грех жаловаться кресло спали до 6 вечера и, как я уже говорила, так тут купальники весят то есть, выход тут не видно вы видите, на стенку то есть, вида нет никакого но, это такое это не главное сам номер вроде бы как неплохой, да? кстати, нету этих, по-моему, два русских канала и то с новостями и какой-то магазин ну, просто как магазин вот, поэтому детского канала нету интернет не тянет мультики поэтому, как-то так сейф, вещи обувь вот, и туалет с душем ну, то есть, как в четверке ой, не лё вот, ну и все вот такой вот номер но, опять же человек, который едет отдыхать он не будет обращать внимание на эти вещи я вам скажу честно если бы я была не с ребенком я бы не возникала ну, то есть, вообще потому что, когда ты приезжаешь там с мужем, мужчиной там, я не знаю с компанией там, с подружкой ну, вы не сидите в номере вы переночевали уехали дальше там по городу гулять там, на пляже на бассейн то есть, не важно, да? ну, так как я с ребенком я, в принципе, провожу время в номере то есть, он спит у меня в обед еще поэтому для меня было важно ну, я привыкла уже и уже не так все плохо как было изначально когда я только-только вот приехала я же говорю если бы нас еще нормально встретили очень наглые на рецепшене были люди и как-то оно так очень неправильно второй день в отеле сейчас вам гид я поднимаю вопрос за замену отеля то есть, я хочу, чтобы нас переселили в пятерку с доплатой ну, сейчас мы пытаемся понять как это сделать я звоню Лиле в Киев это все происходит это все реально ну, просто смотря какая будет доплата вот по фотографиям только вот это хорошо все остальное вообще ужасное отвратительное столовую заходить я не могу назвать его рестораном я вода? хорошо, сейчас я буду догонять в столовую заходить нереально реально столовая причем такая савдеповская с грязными стеклами салфеток нету грязной скатерти есть не хочется ну, блин это просто мне очень не нравится номер более-менее бассейн более-менее да, малыш? вот, и все ну, то есть а лягушатника нету детского ну ладно, окей может быть я слишком вредничаю в плане лягушатника но в плане еды очень мне не нравится очень поэтому я этот отель не рекомендую я вам вставляю фотографии сейчас догоню я вам вставляю фотографии которые я здесь нафотографировала и так это во всех коридорах ну, полностью вот я вам могу даже показать какие здесь окна то есть и такие окна здесь ну, это же просто ну, как так можно? и так вот везде и в столовой точно так же там я на камеру не хотела говорить там есть люди которые, видно, плохо стало все обрыгано никто не убирал ну, вот вот это вот только визуальная картинка более-менее которую мы видели и поэтому выбрали этот вот, смотрите и вот так везде и все и это не четверка это тройка реально ну, четверки я была в четверках когда-то с девчонками ну, это небо и земля те четверки и вот это вот это ужас ну, просто ну, как такое может быть ну, как такое может быть? ну, как такое может быть? а ребенок бегает, ну, прыгает, падает ну, я постоянно вытираю руки ну, ну, как ну, это же вроде бы как семейный ответ ну, то есть выбирали с этим ну, вообще то есть не убирается вообще я уже я уже это не убирается это не убирается я уже это не убирается Территория отеля, вроде бы все хорошо, все нормально, а потом такой ба-бах, и вот так вот, такой недострой, у меня сразу ассоциация с Чернобылем, где ничего нет, там женщина пошла, только что, наверное, тоже блогер, снимала, фотографировала, вот, на самом деле, правда, отель не алё. Поэтому я хочу подвести итоги, в гостинице мы в этой все же остались, почему? Я уже была готова менять, с доплатой нашли, но аниматор увидел, что я блогер, показал руководству, и, можно сказать, нас задобрили, сделали все для того, чтобы мы остались, возили нас по магазинам, я Демиду покупала отдельно продукты, там, каши, фрукты, и гостиница все оплачивала. Опять же, нас время от времени кормили не так, как всех, разными вкусностями, многое другое, там, приносили фрукты в номер, относились не так, как к обычным постояльцам, но, опять же, это все, наверное, от того, чтобы я не оставила плохой отзыв. Но я не могу обманывать, поэтому я говорю так, как есть. Отель Charming King я не рекомендую, вот, особенно для детей. Если вы едете там компанией, и это бюджетно, то да, конечно, можно, но с детками, мне больше всего не понравилась столовая, и, к сожалению, я ее не сняла, вот, наверное, настолько она мне не понравилась, что я даже не хотела, чтобы на моем канале была вся та грязь, которая там была именно в отеле, в столовой. Я уже говорила, ресторан очень сложно назвать. Вот, но сам отдых у нас удался, и было все очень классно, потому что, опять же, руководство отеля возило нас по пляжам, возило нас на полуостров Рас-Мухаммед, и этот отдых был, ну, такой даже не отельный. Также я встретилась там с друзьями, с подругой, мы много времени проводили вне отеля, и от этого все было по-другому. Хочу еще раз напомнить, что следующий влог, он будет о отдыхе, и там я буду показывать некоторые пляжи, рассказывать о самом Charming, где мы бывали, и куда стоит поехать, и посетить, и посмотреть, и поплавать. Поэтому мне кажется, что он будет полезным и интересным. Поэтому оставайтесь со мной, и смотрите следующий влог. Всем пока, и спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, мой отзыв будет вам полезный, и вы хорошо отдохнете.